Сейчас я кратенько расскажу про другие актуальные соревнования. Ну, во-первых, наверное, одно из интересных — на reinforcement learning от OpenAI. Там нужно учить агента играть в Sonic и нужно субмитить Docker. Их гифка не открывается, но, может быть, вы уже видели, есть Telegram-канал, у вас Function, что-то там, и в нем была гифка как раз с этого соревнования. Можно смотреть, как эти агенты играют, они, конечно, довольно странные, но, в принципе, все делают логично, бегут, собирают эти монеточки, там, где надо что-то еще сделать, особенное делают. Ну, это такой больше конкурс по фану, там каких-то денежных призов нет, но он уже скоро даже заканчивается. Конкурс на Kaggle по сегментации изображений до 12 июня. Ну, вот, выглядит сегментированное изображение типа вот так, там есть 7 классов, велосипед, машина, мотоцикл, трицикл зачем-то, автобус, еще что-то, еще что-то. Ну, как будто бы должно сегментироваться вот так. На самом деле, вот, я видел, что там, условно, перед машиной выделили, а зад не выделили и прочие шумы. Ну, сегментировать надо на видео, на эти 7 классов, ну, вот, у участников есть разные проблемы, некоторых волнуют очки, некоторых размер данных. Активно можно решать и общаться в Slack, есть на эту тему канал. Давайте пойдем дальше. Есть конкурс на Kaggle от Avita, нужно прогнозировать спрос, ну, можно сказать, что прогнозировать спрос на объявление, но на самом деле определять шансы покупки. Почему шансы они бинарной костикации купили, не купили? Ну, потому что по объявлению не всегда точно можно сказать, его в действительности купили, или в объявлении просто удалили, закрыли, или оно закончилось, или еще что-то. Поэтому там какая-то вероятность. Есть информация о картинках, названиях, описаниях, какая-то мета-информация, когда, где сделано объявление. Ну, вы, наверное, сами тоже замечали, если пользуясь сайтом с объявлением, что иногда там картинки ужасные, или не ужасные, или еще что-то. И Avita хотят, чтобы была система, которая людям будет объяснять, что вот их объявление плохое, и вы, пожалуйста, текст вот поаккуратнее сделаете, тогда у вас будет больше шансов купить. Идет Rexis очередной в этом году. Это тема музыкальных рекомендаций от Spotify. В Spotify выложили датасет, и надо учиться добавлять песню в плейлист. Ну, на самом деле, там есть разные параметры, типа название плейлиста, и сколько песен в нем есть, и какие песни, и надо научиться предложить следующую песню. Допустим, параметры есть, дано название плейлиста, и пять песен, надо шестую предложить. Или не дано название плейлиста, а есть десять песен, надо предложить следующую песню. Три метрики, и там с учетом сортировки по трем метрикам определяются победители. Сейчас, кажется, команда из физтеха занимает первое место. На Кегли есть еще связанные, можно сказать, с музыкой соревнования, но на самом деле надо классифицировать сигналы с разными звуками. Звуки, там, гитара, барабаны, автобус, еще что-то. Произвольные звуки из произвольных условий, каких-то натуральных. Не из синтетических записанных студий, а там с улицы или еще где-то. Там, пару десятков классов, кажется. Ну, тоже соревнования такое, неденежные, просто для фана. Другое соревнование на Кегли уже с деньгами от Церна. От Церна уже было однажды соревнование, сейчас еще одно. Но нужно восстанавливать треки частиц. Описание там довольно сложное. Наверное, многие просто не связанные с физикой, даже не особо понимают, как это вообще происходит. Поэтому на Кегле есть даже целые идеи, где описывают, а в чем, собственно, задача. И объясняют, например, вот так, что у нас есть там… Мы в какой-то момент знаем, где следы машины, и надо их восстановить целиком, понять, чьи и где следы были. Ну, это все там в каком-то 3D, и сами данные выглядят как-то так. Все точки, которые там засеклись. Еще одно соревнование на Reinforcement Learning. Здесь нужно играть игру Bumperman, которая похожа на Bumperman, идея примерно такая же. Там вот примерно сейчас, наверное, через пару дней заканчивается первый этап, где, видимо, надо играть за самого себя. А на второй стадии надо играть вместе с командником, типа два агента должны вместе играть. И при этом каждый из них видит только часть среды, и они не могут обмениваться информацией. Собейте тоже на докер-контейнеры, ну, а за первые два места полагаются видеокарты. Ну, и соревнования, кажется, в рамках воркшопа на НИПСе, поэтому можно, может быть, еще и билет получить. Второй раз проводятся на Кегле соревнования от YouTube с большим количеством данных. Там что-то типа полтора терабайта видео, но можно пользоваться сжатой версией. В прошлом году там было соревнование, ну, в прошлом году было такое же соревнование с теми же данными, но в этом году добавили условия, что данных, что сеть, которая вы там сделаете, должна быть не слишком большой, нельзя ансамблировать кучу сетей, есть вот ограничения на размер модели, ну, а надо просто классифицировать изображение. Видимо, на Кегле еще одна попытка сделать конкурс, где решение можно будет применять в жизни, а не только черпать идеи. Еще одно сравнение на Кегле от Хэм-кредит банка. Нужно прогнозировать вероятность дефолта, то есть невозврата долго. Ну, бернарная костикация, рок-аук-метрика, есть там данные, различные данные, куча каких-то таблиц из кредитного бюро истории, история в этом банке, какие там транзакции совершаются, какое количество денег на кредитной карте. Ну и предлагается всю эту информацию как-то заиспользовать, чтобы лучше определять, кто долг, собственно, не вернет. Яндекс проводит Яндекс.Блиц по машинному обучению с нестандартным форматом. Будет два раунда, квалификационный и финальный. И сами раунды — это даже не то чтобы хакатонные сутки-двое, а четыре часа. Что будет за четыре часа, неизвестно. Там будет несколько задач, как-то связанных с машинным обучением. Вот можно поучаствовать и получить денежные призы, а также, может быть, позовут кого-то пособеседоваться. Есть и другие соревнования. Мы стараемся соревнования укладывать на ML Training Screw, насколько у нас хватает сил. В канале Kaggle Crackers обычно обсуждают всякие соревнования. Можно заходить туда, а можно еще лезть в каналы соревнований. У некоторых соревнований они бывают. Чтобы как-то решать эффективнее, находиться в командниках, просто узнавать какие-то идеи и лучше как-то прокачиваться. На сегодня все. Ждем вас в следующий раз. За анонсами следующих тренировок следите за нашими группами ВКонтакте, Фейсбуке, а также на странице мероприятия Яндекса. Спасибо. Спасибо.